Доброго семья, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я наконец-таки перешел на 24 этап чемпионата и могу получить престиж. Если честно, я перешел с 23 этапа мгновенно, потому что по времени я профукал переход, занял там 8 место и меня не перекинул, потому что тачка у меня стояла вот такая вот обычная, чтобы набивать рейтинг, и как бы меня мои чувачки из чемпионата все-таки на изи выиграли, и перейти я не смог по времени. Потом пришлось мне улучшать мой катер, и перейти я смог мгновенно, чему очень-очень сильно рад. В общем-то, мне открылся престиж, и самое главное, то, что сегодня я могу официально заявить, то, что я самый богатый котенок в Кэтс, ну, пока что на данный момент до обнуления своей статистики, то есть до получения престижа своего первого. Сейчас у меня 14 миллионов золота, я обогнал Шимора на самом деле. Прошлый мой ролик был снят раньше, чем у него, и из-за этого я там сказал то, что не видел на ютубе. У кого-то больше 10 миллионов, но потом он выложил ролик, где у него 13 миллионов, и я на самом деле был очень сильно удивлен. Но этот рекорд я смог побить, я набрал 14 миллионов, как вы видите сейчас, и на самом деле очень сильно рад. Также я еще не до конца потратил все свои детали, которые я могу продать, так что мы можем спокойно набрать еще больше денюшек. Давайте я соберу свой танк, который я на данный момент использую, и вы посмотрите, в общем-то, какой тачкой я все-таки смог закончить эту игру, покажу вам ее. Вообще, на самом деле, я вот так хотел сделать, но мне кажется, что так как-то будет не очень красиво, и у меня спереди пусть лучше стоит вот такой вот аккуратненький скутер. Дальше я в основном использовал ковшик, он мне больше нравится, потому что он ХП добавляет, а реверс, который добавляет урон, я что-то решил все-таки не ставить, чтобы у меня на заднем фоне, в моем новом прохождении, когда я обнулю статистику из-за престижа, у меня был сзади именно вот этот вот красивый корпус. Еще, ребята, давайте сейчас, в общем-то, мы потратим куда-нибудь эти деньги. Вы мне писали под роликом про 10 миллионов, куда их потратить, но на самом деле я понял то, что в этой игре в основном деньги, ну, куда-то потратить не получится. Я и так, наверное, из тех денег 7 миллионов потратил на прокачку машины, и вот снова набрал 14. То есть я, если честно, даже не знаю, куда можно потратить все эти деньги, их просто огромное количество, и, кроме того, как, ну, потратить их в прокачку вещей, я просто больше не знаю, куда это можно все деть. Ну, думаю, то, что вы, наверное, не обидитесь, то, что я просто их никуда не потрачу, либо волью вот в этот корпус. Ну, давайте, в общем-то, вольем все мои самые крутые детали вот в этот корпус. А, хотя нет, я же не могу так сделать. У меня же корпус слетит, и на заднем плане будет не очень красиво, ерунда. Так что мы давайте вот так вот сделаем. Корпус наш мы точно продавать никуда не будем. Так что, пожалуй, давайте-ка мы его оставим. Он мне больше вот таким нравится. Нет, или вот так лучше поменяем. Так, наверное, будет красивее, да? Да, вот так вот мне больше нравится. Вот, давайте мы сейчас остальные все вещи по-быстрому продадим и посмотрим конечное количество наших монеток. Я думаю, то, что у меня будет где-то 14 миллионов даже 500 тысяч, если честно. Так, это мы продаем. У меня еще пару вещей стоят на ставках, так что я не знаю, что будет. Потому что, ну, мне интересно, если я буду переходить в престиж, у меня вещи на ставках останутся или нет. Вот, мне вот это интересно. Или меня вообще не пустят, как бы. Так, это мы все давайте продадим. А хочу сказать то, что новую игру я начну играть, получается, вулуном. Я хочу попробовать все-таки создать прыгуна. Может быть, у меня что-нибудь с этого получится. Честно, пока что не знаю. Вот, но именно буду пробовать вулуном играть. Так, отлично. Мы это тоже продаем. И у нас 14 миллионов 600 тысяч. Просто жестко побили рекорд. Это, на самом деле, очень классно. И теперь я с чистой душой могу просто взять и, как бы, нажать на кнопочку престиж. На ставках у меня три вещи. Я не знаю, что с ними случится после того, как я нажму на кнопочку престиж. Но думаю то, что меня либо не пустят, либо они просто обнулятся так же. Как бы тут все понятно. Ну что, ребята, знаменательный момент для меня. Наконец-таки я все-таки нажимаю на эту кнопочку. Сейчас у меня пропадет просто 14 миллионов 628 тысяч. Я просто так и не определился, куда их можно потратить. Вот просто не знаю куда. Я думал, ну на прокачку, на прокачку я так 7 миллионов потратил. Просто я максимально прокачал мой корпус. Все прокачал там вплоть до колес, до вот этих ковшиков там. Все постарался хоть немножко прокачать. Половину на максимум я прокачал. Так что уже куда девать деньги, я просто не знаю. Я накопил эти 14 миллионов 628 тысяч 137 золота. Это огромное количество. Я думаю то, что за это вы мне точно поставите лайк. Потому что это очень классно. Для меня было самое главное, это побить рекорд Шимору. Остальное мне просто было как-то, ну, не очень классно. То есть я просто хотел побить его рекорд. И просто, ну, для меня это на самом деле просто классно. То, что я накопил такое огромное количество денег. Ну что, ребят. Сбросьте прогресс и начните игру с этапа 1. Повысь уровень, престижа и сохранив рейтинг навыки. Ну что, нажимаем подробнее. У нас открывается новый корпус комета. Мне дают 6300 рейтинга, 30 кристалликов и 3 лапки. Также мне дается уникальная наклейка и значок. Мне многие писали в комментариях то, что я дебил. Потому что я говорю то, что у меня сбрасываются наклейки. Вы можете их спокойно продавать как бы. Потому что они сбрасываются. Но парни мне писали то, что они не сбрасываются. И я дебил. Типа, я должен сначала разобраться и потом только говорить. Но остается только навыки, кристаллы и рейтинг. Все наклейки у вас сбрасываются. Остается только уникальная наклейка, которая дается за получение престижа. Я понимаю, уникальные наклейки, если не ошибаюсь, они не сбрасываются. Но все остальные, ребята, наклейки сбрасываются. Так что вы их можете спокойно продавать. Хоть они стоят не так дорого, но эти деньги вы можете потратить до того, как перейдете в новый престиж. Так что, мне кажется, то, что я был прав. И, наверное, лучше в следующий раз тем ребятам, которые мне так написали, разобраться, прежде чем такое писать. В общем-то, ребята, я нажимаю на эту кнопку. И давайте посмотрим, что произойдет. Отлично, поздравляем, вы получили уровень престижа 1. У меня новое достижение, престиж 1. Блин, там же достижение есть престиж 10. Это просто нереальное что-то. Смотрим. Составки, к сожалению, слетели мои вещи. Ну, это, наверное, было ожидаемо. Я, конечно же, снова на этого левого парня поставлю. В группе тоже выкладывал этот прогноз. Ну, тут очевидно то, что парень правый проиграет. Ну, его атака, это просто вообще полный бред. Несмотря на то, что у него все-таки восьмой престиж, тут спокойно можно ставить на левого парня. Посмотрите, сзади очень красивая моя машинка, мой супер-пупер катер, который мне просто мега нравится. И тут у меня сохранились ящики. Этап написан первый. Ну, то, что ящики сохранились, это хорошо. Ну, давайте посмотрим, что у нас по машинкам, что мне тут дали. Так, ах, у меня вообще практически ничего нет, и у меня просто обычный катер. Капец. Ну, давайте-ка мы тогда что-нибудь сделаем. Вот такую вот машинку. Или, а, тут для утилиты слот. Я даже не знаю, кого мы сможем такой машиной победить. Давайте лучше тогда ракету поставим. Серия побед 15 у меня здесь. И чемпионат. Первый этап чемпионата. Ну, что, давайте попробуем, что ли, против моих противников подраться. Так, ну, этого мы должны, наверное, убивать, да? Отлично. Я просто не знал то, что на престиже здесь так тачки меняются, интересно. У меня просто только один катер, и вообще ничего нет. Изначально вообще, в тот раз, когда я начинал, давали несколько корпусов, а сейчас вот только один. Это вообще очень странно. Окей, этого мы убиваем. Ну, я не знаю, сможем ли мы перейти, хотя здесь только три победы, да, нужно? Да, мы смогли перейти. Это вообще просто изи было. Отличненько, мне дают супер ящик. И давайте посмотрим, что из него мне классного выпадет. Что у нас тут? У нас здесь... О, наклейки. Ну, я возьму снеговика. Мне он больше нравится. И посмотрим, что у нас по оружию. Так, классика для Бигфута. Пила. О, комета, кстати, тоже посмотрим. Неплохой такой мне выпал. Получается, титан. И вот тоже неплохой такой катер. Но если туда ставить Бигфут, то это вообще не очень будет. Ну, давайте я, наверное, титан буду использовать сейчас, потому что... Ну, тут у меня два слота для оружия, так классно. Либо классику попробовать. А у меня колес-то вообще хватает. У меня только два колеса. И Бигфута-то нет. Ну, блин, мне, наверное, классику придется использовать, потому что мой титан будет падать с такими колесами. Они разные, и устойчивости будет очень-очень мало. Так, дальше, что по оружию. Мне нужно какое-нибудь мощное оружие, а кроме этого жала у меня ничего нет. Ну, я им достаю, так что можно его оставить. Так, нитр у меня ничего нет. Давайте посмотрим... Ох, как классно эта наклейка будет смотреться. Нет, давайте мы ее немного переклеим. Ну, вот так вот. Ну, не знаю, блин. Жалко то, что здесь нельзя переворачивать наклейки. Было бы покруче. Так, и снеговика сюда вперед. Ну и все. Поехали в бой. Посмотрим на наших противников, что они себя представляют, и сможем ли мы перейти снова на новый этап мгновенно. Так, ух тыж, ух тыж, ух тыж, ух тыж. Поднимай меня, давай. Отлично. Отличный бой был. Просто замечательный. Дальше смотрим. Так, ну, мне кажется, этот парень нас может победить. Слишком мало хп у нас по сравнению с ним. Слишком мало. Все-таки катер был помощнее. Ну, мне кажется, все равно остальных мы, наверное, точно сможем победить хотя бы 6 человек. Так что можно не выходить, спокойненько играть дальше. О, красиво у него такая наклейка в виде щита. Вообще мне нравится. Мне она, по-моему, даже не раз не попадалась. Очень классно смотрится, если честно. Этого мы должны поднимать. Отлично. Еще двоих и переходим на новый этап. Мне кажется, я быстро смогу закончить эти деревянные детали. Может быть, даже сегодня в ролике получится. Вот в этом. Было бы вообще очень-очень классненько. Но это зависит все от того, какие мне вещички будут выпадать из суперящиков. Как бы, которые за победы даются. Вот. О, у чувака ник почти как у меня. Только у меня флоки, а у него фолк. А, здесь получается сколько побед надо? А, здесь 9. Я ошибся. Я думал 6, а тут, оказывается, 9. Ну, ладно. Немного ошибся, но все равно. У меня осталась еще одна победа. И, надеюсь, хотя бы одного парня мы точно победить сможем. Например, вот этого, да? Отлично. Переходим на новый этап. И смотрим, что у нас там по противникам. Так, ящик давайте мне. О, легендарный. Отлично. Надеюсь, хоть какой-нибудь корпус будет крутой. Потому что корпусу я буду действительно рад. Всегда очень радуюсь, когда мне выпадают корпуса. Особенно легендарные. Так, и бигфут для пирамиды. Плюс 100 хп процентов. Ну, неплохо колесо. Легендарное тоже как бы неплохо, я считаю. Так что можно оставлять и попробовать даже поставить пирамиду. Она у меня имеется. И у нее будет 90 хп. Так, поставим потом липкий шкив. Давайте вот сюда. Да, сцепление с дорогой будет замечательное. Потом. Ох ты ж, какая у меня дрель есть для пирамиды. А, энергии недостаточно. Влить мы можем? Нет, влить мы тоже не можем. У меня энергии слишком мало. А что мы тогда можем поставить? Здесь 6. А здесь 7. Блин, почему так много? Ну ладно, давайте снова поставим это. Жало. Ну попробуем. Что тут? Сколько побед надо? Здесь уже 12 надо. Так, поднимай его, поднимай. Отлично, отлично. Ой, да не так сильно. Ты че уж? Ох, повезло. Ну и ну, что только что было. Она вообще как-то жестко подняла. Отлично. Да куда так сильно-то? Отлично. Блин, капец. Это просто такой драндулет, который всех толкает. Это вообще что-то. Сейчас снова будет такое. А, нет. Хух. Классика не перевернулась. Это отлично. Ой, а вот здесь вот опасно. Блин, мы этот бой проиграли. Походу. Ну да, проиграли. Ну смотрим дальше. Так, здесь классика. Ну просто я не особо люблю жало использовать. Потому что, ну, видите, оно только вблизи как бы. И если ты перевернулся, то все. Просто урон в никуда. Ракеты хотя бы, если ты перевернулся, урон в никуда. Но они хотя бы вблизи. Ой, не вблизи. Издалека хотя бы могут стрелять. Вот. Блин, что же эта тачка делает? Она сейчас назад, да, поедет. Блин, вот это вот минус. Это минус. Ну ладно, у меня есть еще несколько шансов. Нет, все. Теперь мы уже точно проиграли. Так что мне нужно составлять точно другую тачку. Потому что этой тачкой, я уже, как понимаю, у меня не получится пройти этот этап. Так, 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 так. Как поступим? У классики слишком мало хп. Ну, давайте попробуем вот это. Потому что у меня сейчас липкий шкив и обычный шкив есть. Так что мы их ставим, пожалуй. Хотя вот этот можно назад, этот вперед. И мне нужно два оружия каких-нибудь поставить. Если честно, я бы лучше использовал вот эту вот ракету. И, пожалуй, вот это вот жало, да? Хотя лучше циркулярку, наверное. Хоть и урона поменьше. Ну, да ладно. Меня устраивает. Поехали. Посмотрим, сколько мы сейчас парней сможем победить. Ох ты ж, Титан как отлетел-то по-жёсткому. Но этого мы точно не побеждаем. Какой неустойчивый корпус, если честно. Блин, этому мы тоже проиграли. Что-то неудачная сборка, если честно. Не, не. Этой тачкой мы точно проигрываем. Надо думать, какую тачку мы сможем сделать, чтобы точно победить. К сожалению, мне пока что ни одна утилита не выпала. И это меня, если честно, напрягает. Потому что без утилиты очень тяжело играть. Вот. Скутер, наверное, назад поставим. А этот шкив вот сюда. Потом. Что по оружию? Что по оружию? Возьмём вот это вот жало. А энергии тоже недостаточно. Ну, тогда вот это вот. Ну, давайте попробуем. Может, с этим что-то получится. Она должна поддевать. Говорил, на ранних этапах классика очень даже неплохая оружка. Ну, здесь чисто проигрываем. По характеристикам. Этого выигрываем. Отлично. Другими корпусами мы его, как вы помните, выиграть не могли. Но классика спокойненько его перевернула. Так, этого бы тоже перевернуть валуна. Отлично. Ух. Вот повезло-то, а. На последних просто хп мы его смогли забрать. Этого валуна мы тоже уничтожаем. Отлично. Смотрим дальше. Так, здесь у нас тоже. Отлично, отлично. Пока что всё очень хорошо идёт. Ну, всё-таки, вы же понимаете то, что мне нужно больше побед, а не 4, которые мы сейчас сделали. Ну, 5 уже, можно сказать. Мне нужно ещё 7 побед. Вот так вот. Блин. А вот этот вот враг очень дурацкий. Мы его не сможем победить. Жалко. Уже 2 поражения. И больше нам нельзя делать поражения, чтобы перейти на следующий этап. Так что смотрим. Если мы сейчас кому-нибудь проигрываем, то это всё, ребята. Мы этот этап тоже не сможем пройти. И на этой тачке. Так, смотрим. Блин, ну это вот тоже циркулярка, а. Походу не сможем. Нет, не смогли всё-таки. Блин, ну остальных мы всех должны, по идее, выигрывать. Так. Этого мы тоже выигрываем. Этого тоже. И этого тоже. Остаётся мне, по-моему, только немножко хп, да, прокачать. Да, мне только хп немного надо прокачать, чтобы одного из тех чуваков выиграть, и всё. И тогда мы спокойно переходим. Ну, блин, я не знаю, как можно здесь попробовать прокачать хп. Бигфута у меня ни одного нет. А, вот он есть. У меня один бигфут. Если я сюда поставлю, то плюс 10 хп будет. Дальше я могу эту классику немного прокачать. Влив туда, наверное, вот этот вот катер. Он такой неплохой, но расположение колёс меня не особо устраивает. Так, плюс 9. Отлично. И давайте вольём ещё что-нибудь из оружия, потому что вот эти пилы я использовать точно не буду. Это тоже, пожалуй. И что ещё? Ну, давайте какой-нибудь корпус вот этот вот вольём, да и всё. Попробуем сейчас. Давайте посмотрим. Так, тех, кого мы не могли выиграть, попробуем сейчас победить. Так, этого не можем. Вот этого давайте. Блин, не знаю. Мне кажется, он меня просто-напросто затолкает. Да и по урону он меня бы убил. Но, увы, я там проиграл. Вот этого надо выиграть. Было бы неплохо. Не знаю, не знаю, получится или нет. Блин, немного не хватает. Тогда надо немножечко атаки прокачать. И тогда мы точно переходим. Немного атаки прокачиваем у этого жала. И всё, у нас просто изи переход на следующий этап. Блин, на самом деле даже не изи, а очень даже так нормально. Потому что, ну, что-то мне тяжело пришлось так попотеть с этими парнями. Так, здесь у нас что-то для кометы колесо. Ну, давайте мы его тоже в это жало вольём. И теперь попробуем ещё раз сразиться. Так, этого пропускаем, этого тоже. И вот с этим пробуем. Не знаю, в этот раз получится, если то всё. Замечательно, просто переходим в следующий этап. Отлично, всё. Остальных просто убиваем, да и всё. У нас следующий этап просто пройден. Ой, открыт точнее. Встречай наш следующий этап. Так, отлично. Хух, а то я напугался, что-то этот парень так жёстко нас дамал. Замажил нормально. Отлично, этого убиваем. Ну, по идее, если тачки никто не сменил, как бы мы должны всех побеждать. Потому что уже побеждали. Этот вообще странно, слишком как-то поставил свою пилу. Ну, скорее всего, не рассчитывал на классику в соперниках. Ну, вот попался я, такой вот хитрый. Колдуна тоже убиваем. Отлично. Капец, у него столько наклеек. Ну, либо немного, но просто они так красиво что-то расположены, что как будто бы их много. Так, вот этот вот потный, но мы его переворачиваем, да? Отлично. Найс. И ещё сколько? Четыре человека ещё осталось победить. Уже сейчас это побеждаем три. И тогда всё очень-очень хорошо. Хух. Даже наклейку свою крутую не поставил на этот новый корпус. Я, конечно, не особо часто использую наклейки. Просто, ну, что-то как-то... Не знаю. Самое главное для меня построить крутую машинку. Два наклейки это уж так. Кому нравится, ставят. Кому не нравится, не ставят. Ну, я нейтрально к нему отношусь на самом деле. Отлично. Перешли на двенадцатый этап. Ой, на второй. Или... А, на четвёртый. Я уже запутался. Просто у меня там было 12 медалек написано. Или боёв выигранных. Я просто что-то наперепутал. Ладно, четвёртый этап. Очень хорошо. И мы практически за одну серию перешли к металлическим деталям. Возьмём, пожалуй, скейт. Можно сейчас, конечно, ещё разок попробовать сыграть. О, реверс, наконец-таки, выпал. Можем попробовать перейти, если честно. Комета неплохая, но слишком-слишко мало энергии. Так. А циркулярка для пирамиды. Первая утилита выпала, но это реверс. Он мне вообще никак не поможет. Чё-то как-то мне с валунами пока не везёт. Да, я так посмотрел. Ещё ни одного валуна не выпало. Но я хотел как бы здесь с валунами закончить. Именно закончить, получается, этот престиж именно валуном, прыгудном. Чё там из этого получится, тоже пока не знаю. Так, ракета на 14. Интересно. Ну, давайте мы её возьмём и просто в неё вольём вещички. Так, 17 и вот эту циркулярку тоже. Ну, вот эту ракету тоже можно туда влить. Потом бигфут у нас появился новый. Но если я его вперёд поставлю, это будет невыгодно. Ну, и тут у нас тоже 30. А, если мы этот поставим, сколько будет? А, ну, одинаковый, как бы без разницы. Давайте лучше легендарный, чтобы сверкало так по-классному. Так, ну, реверс ставить на вот эту тачку, это вообще, я просто не вижу смысла, потому что она будет подбрасываться и будет не особо классно. Так, эту комету мы, пожалуй, тоже вольём вот сюда. Так, мне этот катер больше нравится, чем вот этот. Так что мы его, пожалуй, лучше вольём сюда. Отлично. Всё, ракетницу мы более-менее прокачали. Теперь пробуем сыграть вот этот вот чемпионат. Если мы и его пройдём, то отлично. Просто за серию несколько этапов сразу очень хорошо. Вот. Обычно я, конечно, не часто снимаю серии, где я прям прохожу этапы. Я просто решил немножечко пройти, чтобы этот ролик получился подлиннее, потому что, ну, если бы я вам просто рассказал про то, что я побил рекорд шморы по золоту, то, блин, это был бы достаточно короткий ролик. А тут я ещё перешёл в новый престиж. Я прокачал, как бы, ну, тачку здесь, показал вам что-то как на начальных этапах. Вот. И ролик получился достаточно длинный. И, как по мне, так это покруче. Так, этого парня мы не побеждаем. Он уж слишком жёсткий для нас. Но пофиг, давайте посмотрим дальше. Этого тоже не можем. Так, ну, здесь понятно с этим чуваком. Мы его можем, конечно же, победить. Самое главное на вот таких вот маленьких этапах, так это просто открывать сундучки и получать с них нормальные детали. И потом как бы вливать, и всё прокачиваться и прокачиваться. Вот. Но этого мы тоже, скорее всего, не выиграем. У него достаточно мощная циркулярка, да и хп просто дофига. Вот. Ну, этот вообще жёсткий парень. 69 урона на таком этапе. Это вообще что-то много. У него, скорее всего, там прокачано, да ещё и легендарная эта пушка. Ох ты! Своеобразный прыгун самый первый, только без нитро. Вот чуваку повезло, попался уже, а мне ещё нет. Так, этого мы не сможем. Ну, ладно, 6 побед, как бы. Ну, если честно, это плохой результат. Ну, да ладно. Думаю, неплохо. Вот мы тут парней что-то выиграли, аж на первом месте стали. Ну, да ладно. В общем-то, за эту серию, ребят, мы прошли 3 этапа. Хоть они и были на деревянных деталях, но это тоже, если честно, неплохо. Если учитывать то, что мы вообще начинали там с одного корпуса и с нескольких пушек. Я не помню, если честно, сколько их было. Но очень мало в начале деталей было. Самое главное то, что я наконец-таки перешёл на новый престиж. У меня всё началось с начала. Это такая ностальгия. Это всё просто очень классно. Я давно так хотел перейти в престиж и просто начать заново. Потому что мне уже эти карбоновые детали, золотые, они мне просто уже надоели. И я уже хотел вернуться к деревянным. Если честно, мне нужно попробовать сохранить корпус. Обязательно сохранить корпус какой-нибудь слабый, чтобы ещё легче использовать мою тактику с быстрым боем, набиванием рейтинга и тому подобное. Наконец-таки сейчас я смогу немножечко повысить свой рейтинг здесь. А то у меня он всё вечно максимально, максимально, максимально. А сейчас я смогу вот так нормально прокачать. В общем-то, ребята, если вам эта серия понравилась, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. В общем-то, всем огромное спасибо, друзья. Всем удачи и пока-пока.